У каждого из нас есть знакомый или родственник, который обращался за качественной медицинской помощью за пределами Дагестана. Москва, Астрахань или даже за границу, Израиль, Турция. Согласитесь, сегодня получить качественную медицинскую помощь – это очень дорогое удовольствие. И сегодня я вам хочу рассказать про одну из самых топовых больниц у нас в республике, которая может оказать вам медицинские услуги на самом высоком уровне. При этом все они делают абсолютно бесплатно. И эта больница находится позади меня. В данный момент больница перепрофилирована под ковид больных. И это уже, напомню вам, третий раз. И все услуги, которые оказывает данная больница, временно приостановлены. Сейчас же мы вместе с главврачом зайдем в красную зону и осмотрим всю больницу. Пациентка сейчас поступает к нам, привезли по скорой помощи. Сейчас после осмотра, первичного осмотра хирурга, после взятия мозга, сейчас делаем, есть показания, сделать компьютерную томографию органогрудной клетки. Если подтверждается вирусное поражение легких, пациента мы будем укладывать в стационар. Если там процент поражения небольшой или же вообще отсутствует поражение легких, то, конечно, соответственно, мы его направляем на амбулаторное лечение под контролем участкового врача. Здесь у нас лежит пациент, 95% поражения у него, четвертые сутки находится в реанимации, состояние более стабильное, но тяжелое. Сейчас 93 сатурация, 94 сатурация, он на аппарате находится. Сегодня сделали ему и флееру, 60 миллиграмм. Подкожно? Подкожно, да, в бедро. Вот только сделали. Гепаринотерапия с 1000 единиц в час, круглосуточно. Через инфазомат? Да, через инфазомат подается. В общем, лабораторный контроль, все под контролем. До вчерашнего дня 11 суток провела под Неву. Ну, сейчас мы перевели ее на кислород через маску. На сегодняшний день мы приняли 293 пациентов. На сегодняшний день у нас на лечении находится 100 пациентов. Как раз утренняя сводка. И, соответственно, 193 пациентов мы выписали на амбулаторное для лечения под контролем участкового врача. Здесь у нас две палаты реанимационные. Всего, в общем, реанимация рассчитана на 8 коек. На сегодняшний день у нас находится на лечении в реанимации 5 пациентов. В больницах очень сильно помощь оказывают. Очень большое внимание. Я очень благодарна всем медсестрам, девочкам, которые в реанимации ухаживают за мной. Врачам и всему персоналу этого заведения спасибо огромное за помощь и за то, что они нас таких безнадежных ставят на ноги. Я сейчас верю, я уверена, что я отсюда пойду, здоровая там. У нас здесь в структурном подразделении сейчас входят отделения хирургии, отделения гинекологии, отделения терапии, клиника, диагностическое отделение и у нас есть поликлиника. Любой пациент, который к нам приезжает по полису, хочет лечиться, он берет пейсоседную форму с места прикрепления. И любые услуги он может у нас получить бесплатно. На сегодняшний день в Третьей городской больнице какие есть аппараты, возможности может предоставить для пациентов? На сегодняшний день у нас имеется компьютерный томограф, ферми-дженерал электроник у нас. Рассчитаны на 126 срезов. Мы можем там проводить даже исследование сосудов. И даже сосудов сердца мы можем на этом аппарате проводить обследование. Есть у нас УЗИ сердца, есть у нас УЗИ внутренних органов, есть отдельно гинекологические УЗИ у нас, есть УЗИ сосудов головного мозга, шеи, нижних конечностей, верхних конечностей, есть холтер, смат. Очень хорошая клиника, лабораторная база у нас есть, где проводится весь спектр обследований, начиная от биохимических, начиная от гормональных обследований. На данный момент за эти 3,5 года, которые мы функционируем, мы значительно расширили спектр выполняемых оперативных вмешательств, практически выполняя все, можно сказать, вмешательства, которые у нас есть в хирургии. Начиная от патологии пищевода, животка, толстой и тонкой кишки, соответственно, печени, поджелудочные железы, селезенки, почек, гинекология, практически вся урология, урологические операции. В том числе выполняется весь спектр хирургических операций по профилю онкологии. Недавно я видел сюжет, в котором один австралийский профессор выложил научную статью об эффективности черного тмина против коронавируса. Когда я зашел на кухню этой больницы, я увидел, что в еду добавляют семена черного тмина. Чайная ложка тмина добавляем и чайная ложка чеснока. Вот эта порция идет одному человеку. Оказывается, врачи и пациенты этой больницы используют тмин еще с первой волны пандемии, когда как статья того профессора вышла совсем недавно. Вы сами видели нашу больницу. Вы сами можете сравнить, какие условия у нас в представлении медицинской помощи, какие комфортные условия мы создали, начиная с приемного покоя, начиная с регистратуры и кончая отделениями, палатами для этих пациентов. Здесь, в этой больнице, как бы все предусмотрено, чтобы создать максимально комфортные условия пребывания пациента в этой больнице. Это даже признают люди, которые к нам приезжают, и пациенты, и другие чиновники, которые к нам приезжают. Они все это сами тоже видят, признают действительно, что у нас здесь условия представления медицинской помощи на уровне выше, чем в других государственных и частных медицинских организациях. Перед нами стоит именно такая задача и нашим учредителям, и, в общем-то, руководством больницы для того, чтобы мы создавали все условия, чтобы пациентам не приходилось выезжать за пределы республики для получения именно качественной, высокотехнологичной, безопасной хирургической помощи. У нас коечная мощность в этой больнице 260 коек. В месяц мы можем выписать и до 500-600 человек. А реально из-за того, что нам просто, нам не выдали такое маленькое задание, мы только имеем право выписывать только 25 человек. То есть, госпитализировать 25 человек в течение месяца. 25 коек – это в месяц имеется? Это в месяц, да. В месяц 25? В месяц только 25 человек мы принимаем по полису и по 57-й форме. Я правильно понимаю, что введение платных услуг в этой больнице тоже с этим связано, да, чтобы… До нынешнего года платные услуги в этой больнице вообще не оказывались. Вы сами понимаете, 25 человек – это же мизер, да, это даже на заработную плату персоналу не хватает, вот это сами, да, эта сумма. А больница еще должна и на медикаменте, и на питание, и на налоги, на все это. Поэтому мы вынуждены были в этом мере, в этом году как-то существоваться и какое-то развитие дальнейшее получить, ввести платные услуги. Это вопросы, которые не от нас зависят. Это вопросы, например, зависят и от Министерства здравоохранения, и от Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Друзья, в больнице коечных мест на 260 человек, а кадровый потенциал, материально-техническое оснащение коечной мощности позволяет принимать до 500-600 пациентов в месяц, когда как в госзадании дают всего лишь на 25 человек. И пока мы находились в этой больнице, ответы мы на этот вопрос так и не получили. Но тем не менее, с 2017 года эта больница не перестает развиваться. Новый стоматологический кабинет, кабинеты гастроскопии, бронхоскопии, калноскопии, аппараты КТ, аппараты ЕВА. И это лишь та часть, которую мы успеваем затронуть в рамках этого небольшого сюжета. И видя большие амбиции этой больницы, почему-то мне кажется, что у нее есть большое будущее. Аллах Всевышний, если мне даст возможность жить, не знаю сколько даст, вот в это время я буду развивать эту больницу. Сколько билет мне Аллах не дал, не будет дальше продлевать. Я буду развивать эту больницу, чтобы наши дагестанцы ни в Ростов, ни в Питер, ни в Саратов, ни в Астраха, ни в Москву, и даже не в Турцию. Им ехать не пришлось. И здесь же они нашли для себя первую помощь и полную помощь. Субтитры подогнал «Симон»